доброе утро божья церковь братья и сестры приветствую вас томской земли с вами город омск паса константин топки христианский центр давайте сейчас вместе с вами откроем первое послание петра вторую главу я из прочитаю небольшой отрывок и я вам скажу что это отрывок очень серьезный с такой серьезной смысловой нагрузкой потому что то что мы сейчас прочитаем с вами она имеет ну прямое отношение всех человечеству тем более церкви божьей мы прочитаем 19 стиха 1 петра 2 глава 19 стиха ибо то угодно богу если кто помышляя о боге переносит скорби страдая несправедливо ибо что за похвала если вы терпите когда вас бьют за проступки но если делая добро страдая терпите это угодно богу ибо вы к тому призваны потому что и христос пострадал за нас оставив нам пример дабы мы шли по следам его он не сделал никакого греха и не было лести в устах его будучи злословим он не злословил взаимно страдая не угождал но предавал то судьи праведным он грехи наши сам вознес телом свин на древо дабы мы избавившись от грехов жили для правды ранами его вы исцелились ибо вы были как овцы блуждающий не имея пастырь но возвратились на них пастырю и блюстителю душ ваш аминь такой небольшой отрывок очень серьезный и очень противоречивый потому что дальше читая его у большинства из нас возникает внутренняя дилемма внутренний такой определенный когнитивный диссонанс то есть столкновение наших пониманий столкновение наших нашего образа мысли с божьим словом это нормально потому что бог всегда оповещал через свое слово что его мысли это не наши мысли его пути это не наши пути и как его мысли вышли выше в мысли наших так его пути выше путей наши наша задача сегодня встать на божий путь не вставать на свой путь идти своим путем иногда используя божье слово для себя в какие-то ситуации. Все-таки наше призвание это идти Божьим путем. И вот апостол Петр пишет здесь верующим, которые читали это письмо, и через много-много веков мы также читаем это письмо, оно напрямую тоже касается нас, что написано, что если мы терпим и страдаем за хорошие дела, то это все правильно, это угодно Богу. Очень часто в этот момент возникает дилемма о справедливости. Мы говорим, Бог должен быть справедливый, и ты видишь, что мы терпим несправедливо, и должно быть какое-то воздаяние нам или тем людям, кто нас обижает. Но здесь написано, что это угодно Богу, ибо мы к тому призваны. Очень такой текст, который вызывает напряжение, то есть мы призваны, чтобы терпеть, в нашем случае терпеть какие-то невзгоды за то, что мы ничего не сделали. И написано, что мы к этому призваны. Если делай добро, страдаете, терпите, это угодно Богу, ибо мы к тому призваны. Потому что дальше Петр пишет, что Христос тоже терпел, и он не злословил взаимно, а предавал то все судьи праведному. Здесь мы увидим, здесь касается тема гнева, тема воздаяния, касается тема терпения, упования на Бога, и при всем при этом делая добро. Написано, что кто все это делает, помышляя о Боге. Чуть выше апостол Петр написал, что мы должны покоряться, как свободные, но как рабы Божьи. Одновременно мы свободны, и мы одновременно зависимы. Если мы зависимы с вами от Бога, мы найдем в себе источники, найдем в себе силы, для зновения, терпения по-прежнему делать добро, даже если это никто не оценит. Если мы зависимы от Бога, мы будем продолжать служить людям, мы будем продолжать молиться, поклоняться Богу, проповедовать Евангелие, идя по следам Христа. И вот здесь написано, что будучи злословием, он не злословил, взаимно страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Есть праведный Божий суд. Его суд намного справедливее, честнее и лучше, и мы не можем этого понять, вместить в наш разум. Ну, может быть, нам и не надо ничего сегодня понимать. Может быть, нам надо просто взять принципы Божьего Слова и жить так. Если мы делаем что-то, служим и от воздаяния получаем какую-то несправедливость, радуемся, потому что мы идем правильным путем. И Христос сказал горе нам, если о нас будут все говорить хорошо. Если мы страдаем за грехи, если мы страдаем за проступки, написано здесь, если страдаете за проступки, то тогда другое дело. Но если страдаете за добрые дела, это хорошо. Да благослови до всех Господь, пускай нас Бог сегодня укрепит, чтобы мы были благословенны Божьими мужами, женами, по-прежнему не унывая, делая добро. И даже если нам что-то не нравится, мы все придавали в руки Божьи. Да благослови до всех Господь. С вами был город Омск, патр Константин, Товский христианский центр. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова